наши семьи все любят шоколад но я не люблю молочный шоколад поэтому обычно покупают черный темный и горький да вот на полках магазина но разные варианты конечно и мне случайно попался такой ну понятно что там допустим с изюмом с орехами этим никого не удивишь но со всякими фруктовыми начинками я не покупаю мне это не нравится а тут вот такое сочетание абрикос и перец я знаю что шоколад даже швейцарский бывает с перцем но они вообще любят разные такие нестандартные вкусы поэтому очень было интересно это попробовать и опять же это не молочно горький шоколад ну хотя тут 51 процент но тем не менее это все равно уже и шоколад и попробуем насколько будет вкус перца слышно хоть написано абрикос но я все-таки надеюсь это не абрикосовая какая-то там начинка а что-то типа кураги то есть сушеный такой вместо изюма добавили кусочки кураги по моему это лучше подходит к шоколаду чем просто какое-то абрикосовое пюре вот но это торговая марка свитой что же известная наша фирма хотя я ее не очень люблю но это сочетание заставило меня купить эту шоколадку что еще хочется отметить что в этой упаковочке 100 грамм потому что тоже сейчас производители разные делают плиточки бывает 90 чаще всего а бывает даже по 85 или 80 по 100 уже не так часто встретишь поэтому тоже обращаем на это внимание что все таки эта плиточка 100 граммов и так ну перевернем почитаем почитаем из чего она тут состоит в принципе состав традиционный для черного качественного шоколада потому что его 51 процент они горький как я обычно покупаю там 70 или больше процентов поэтому на первом месте сахар идет но потом уже какао масло какао тертое лицетин и вы же видите да что абрикос именно в сушеном виде три процента и есть перец там конечно его такие прям написано микроскопические дозы но не знаю насколько это отразится на вкусе будем проверять так что еще хочется сказать упаковочка конечно очень такая качественная добротная картонная не просто фольгированная а все сделано для того чтобы шоколадка не впитала никакого постороннего вкуса и что самое главное она осталась целая на этом ее будем дробить на кусочки да вдобавок вот внутри она еще пищевой фольги что тоже конечно же очень хорошо непонятно где у нее запаяно наверное только с этих краев поэтому безжалостно разрываем эту фольгу вот что у нас здесь у нас здесь 10 квадратиков да то есть каждый квадратик по 10 грамм ну для тех кто учил арифметику в школе вот то есть хорошо считать если вы там придерживаетесь каких-то диеты вам надо именно какое-то количество определенное только шоколада употребляют то тут можно спокойненько это высчитать такие вензелечки тут поэтому внешне все очень красиво он такой сейчас очень жарко поэтому конечно эти как он льется то есть он не крошится потому что слегка расплавился и это очень хорошо что он плавится при такой температуре то есть это говорит о том что шоколад шоколад качественный оператор наш конечно без кусочка шоколада не останется вот то есть мы видим что он довольно такой шоколадной правильной структуры вот на сгибе да вот матовый такой цвет и он плавится опять же еще раз повторюсь это очень правильно потому чтобы если бы он в жару 35 градусов не плавился это говорил бы о том что в шоколаде транс какие-то там эти растительные жиры то что это плохо вот то есть чем больше этих жиров тем хуже плавится шоколад и раз он при такой горячей температуре плавится или в руках это свидетельствует о качестве шоколада но проверим его на вкус можно сказать что да я вот особенно курага сразу не чувствуется то есть вот ее смотрите даже вот я раскусила думала будут кусочки ну вот как мы приду привыкли сюда изюм или орех кусочек ну а тут и вот так вот не видно да хотя вот когда ешь да то такое ощущение вот как знаете вот есть конфеты там курага в шоколаде чернослив шоколаде вот очень похоже что много шоколада и есть привкус кураги и хорошо чувствуется перец вот прям его чувствуется хотя там буквально его составе написано там сотые процента но его прямо чувствуется но я не могу сказать что это невкусно но это хорошо вот курагу когда сразу кусаешь невкусно но вот когда уже вот сразу чувствуется перец перец и шоколад сразу чувствуется отчетливо курага идет таким вторым слоем какой-то думаешь ой перец наверное надо чем-то закусить вот как раз тут и курага подбегает то есть очень замечательный я довольна шоколадка тает очень быстро я очень довольна этим шоколадом если я его еще буду встречать он не будет попадаться то я не буду проходить мимо то есть это очень интересное и вкусное сочетание всем пока